Итак, я всех приветствую на вопрос-ответе. Постараюсь ответить на все, но если что-то забыл, пишите под этим видео, отвечу в комментариях. Почему ты переводишь именно с Пида и Ка, и не задумывался ли ты о переводе других людей? Тут легкий вопрос, легкий ответ. Во-первых, да, конечно, потому что они собирают просмотры, но изначально это я делал просто потому, что мне самому было интересно их смотреть. Ну, не интересно, а скорее смешно. У меня веселые парни, и я даже удивился, что никто до сих пор их не озвучил, не перевел, там, как тех же самых смош. И поэтому я и записал свой первый перевод-озвучку. А видосы почаще вариант делать? Ну ты, красавчик, мне предстоит делать переводы, пожалуйста. Во-первых, спасибо. А во-вторых, просто не хочу выгореть. У меня уже был такой момент, когда я делал самый первый перевод, а еще успит по частям. В какой-то момент просто невыносимо стало заставить себя сесть за комп и озвучить. Поэтому да, пока что решил раз в неделю. Просто хочется тоже немного отдыхать, пока что это все-таки мое хобби. Я действительно стараюсь улучшить свои навыки, пока что получается плохо. Но, может когда-нибудь вы услышите меня на больших экранах с главной роли. Будем надеяться. Следующий вопрос. Привет, Нигик. Какие у тебя любимые игры? Или жанры игр? Ну, тут, наверное, про апокалипсис, что-то зомби. Потому что вот мои... Ладно, давайте топ-5 моих любимых игр. Это растения против зомби. Resident Evil. Portal. Да-да, я не дурак. Вы меня поняли? Алло, вы меня поняли? Я не дурак. Не дурак я. Left 4 Dead. И, наверное, Spiderman какая-нибудь там из частей. Ну, скорее всего, вот первая часть, которая уходила на PlayStation. Можно вопрос. Ты умеешь разговаривать на английском или переводить? Мне интересно очень. Разговаривать на английском я умею, но как бы база-база-база. Хелло, 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 хайс, хелло. Ам, I'm from... It's nickname? О, nice. Very good job. Rustam, good job, Rustam. Thank you. А переводы, да, я делаю все сам. Как бы на костылях. Если что-то не понимали в переводчик или в словарь сленга там. Следующий вопрос. Вопрос. В какой стране я жил до переезда и в какой стране сейчас? Не знаю, откуда ты взял, что я куда-то переехал. Это не так, я как жил в Казахстане, так и живу в Казахстане. Просто я ехал в Россию к прабабушке своей на день рождения, да. Следующий вопрос. Так, давайте я не буду это все читать, просто отвечу. Переводы я решил делать, потому что просто захотел. Ну, типа вот это мое первое видео на канале, которое с переводом. Это, по факту, первое мое пробование себя в озвучке и в переводе. Ну, я, конечно, до этого пытался там озвучить один мультсериал по Человеку-пауку. Ну, грандиозный, если вы знаете. Мне просто не очень понравилась озвучка, и потом я решил сделать сам, но что-то не получилось, не пошло, да и никуда выкладывать я это не собирался. Так, вернемся к 20 против спида. Просто я подумал, стоп, почему никто еще не сделал перевод вот этого шоу, которое набирает огромные просто просмотры. И я сам хотел посмотреть как бы с озвучкой в переводе, поэтому раз никто этого не сделал, то это сделаю я. Вот так вот. Мне 17 лет, ничем таким не занимаюсь, живу дома, играю в игрульки. В принципе, типичный задрот. Привет, не хотел бы заняться профессиональной озвучкой. Тут, я так понимаю, подразумевается, что команда там, женский голос, мужские, остальные, голоса второго, плана третьего. Ну, скорее всего, нет. Потому что это надо будет за всеми следить, всеми руководить. Я такими пока что не обладаю способностями. Да, и скорее всего, они будут на голову выше меня, что как бы будет разниться в качестве. Единственное, я бы хотел найти переводчика действительно хорошего, со всеми пасхалками, чтобы он секретами, отсылками переводил. Это было бы круто, так что если вы готовы, пишите мне на почту, да. Ну, если ты подразумевал, типа, пойти там озвучивать фильмы, если меня позовут, то, конечно, да. Это, наверное, основная цель моего вот этого вот хобби канала. Думаю, да. Было бы круто озвучить кого-то официально прям. Тебе нужна помощь в видео или ты справляешься один? Ну, как видите, я справляюсь один, но мне много кто писал на почту, там прям много было, что я тебе помогу, там, озвучить, там, без проблем, все бесплатно, for free. В комментариях много кто писал. И я даже некоторым отвечал, где-то пятирым человеком я отвечал. И, ну, как видите, второй голос на канале не появился. Поэтому я решил, не буду я ничего делать. Это будет одноголосый пока что канал. Это пока что все еще мое хобби, понимаете, я в этом не профессионал. Поэтому я буду с вами учиться. Но, опять же, мне нужен переводчик. Если это есть, напиши мне. Какой у тебя микрофон? Ну, вот у меня самый заезженный FIFINE K669, вроде так. Самый заезженный микрофон, я думаю, для новичков пойдет. Вроде шумов нет, но тут проблема в том, что у меня компьютер очень сильно шумит. Вы сейчас этого не слышите, потому что я пользуюсь шумоподавлением, эхоподавлением и так далее. А еще у меня огромное эхо в комнате. Вы его также сейчас не слышите, потому что я смог его убрать. Спасибо мне. Переходим к следующему вопросу. Сколько времени уходит на одно видео? На самом деле, это сложный вопрос, потому что еще ни одно видео я не сделал за один подход. А, нет, вру. Вот то видео с переводом с Мошей и озвучкой я сделал за один подход. Это заняло где-то точно около двух часов. Ну, там я просто прям включился в процесс и как бы все шло, 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 шло. Два плюс два. Следующий вопрос. Я тоже не буду вот это все читать, но просто отвечу. Десять. Нисколько я не зарабатываю с канала пока что. Я сейчас разбираюсь со всеми эти налогами там что-то, блин, пытаюсь вывести деньги. Ну, по сути, я получаю деньги, да, но вывести я их пока что не могу. Я сам не знаю, как это работает, потому что большинство людей меня смотрят с России. И, по идее, мне не должны никакие деньги капать, потому что воткучена монетизация. Но что-то там набралось, видимо. Очень надеюсь, что я смогу хотя бы чуть-чуть денег получить и заказать роллы. Идем дальше. Вопрос. Месси или Роналду? Уважаемые братья, за кого будете болеть? Месси или Роналду? Я футбол не смотрю. Вопрос. Что для тебя дороже? Я или мама? Ты глупоеб. Как ты в дальнейшем смотришь на свой канал? Как ты будешь его развивать? Честно, особых планов нет. Просто надеюсь, что мы дальше будем расширяться. Качество у меня будет расти. И надеюсь, когда-нибудь меня куда-нибудь позовут. Кто-нибудь куда-нибудь. Официально где-нибудь. Когда-нибудь. Ну, давайте так. Моя цель это озвучить кого-нибудь официально. А моя мечта это озвучить Человека-паука официально. Вот. Давайте будут такие цели. И посмотрим через 10 лет я присмотрю это видео. И посмотрим, получилось ли. Ну, последнее. Это, конечно, очень тяжело будет. Что по старым каналам? О, ребят. Ну, это вообще отдельная тема. Это мое темное, темное прошлое. Если вы как бы хотите, я могу снять видос как-нибудь попозже. Не в ближайшее время, конечно. Но, если наберут это видео просмотры. Или пишите в комментариях, например, хотели бы узнать. Ну, там есть, так сказать, о чем поговорить. Я просто вам перечислю. Я был дизайнером. Я был музыкантом. Рэпером. Я был, типа, актером. У меня даже вышел один короткометражный фильм. И просто был блогером. Что-то типа Ивангайда минималка. Поэтому там будет очень много кринжа. Так что не уверен, хочу ли это показывать. Но все зависит от вас. Ну, вот и все. Подошло к концу наше мини-интервью. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы узнали, что хотели. Если нет, пишите в комментариях. Я, наверное, буду отвечать регулярно. Именно под этим видео. Ну, и под другими тоже, в принципе, можете задавать вопросы. Если этот вопрос меня не задевает, то я его спокойно отвечу. Остался последний вопрос. Извините, пожалуйста. Кто досмотрел досюда, добавляйте к комментариям троеточие в конце. Да, вот такая вот загвосточка. Спасибо за просмотр. Пока.